...исламе как о том, что бросает вызов современному миру, но радикальный ислам бросает вызов не только современному миру, но и своим же братьям-мусульманам, потому что и Марат Кавказ тот же предлагает бороться с мусульманами на территории России за то, что они сотрудничают с этим государством, с этой властью, с этим режимом и ставят таким образом себя между молотом и наковальней. Не будем скатываться на такую конкретику. Узкая конкретика, это всегда, понимаете, Малиновский был решен, но при этом он сотрудничал с охранкой. В этом смысле такая конкретика... Как это оправдывает радикальный ислам? Я бы хотел немножко выступить против уважаемого господина Жан-Франсуа, который в своем выступлении передернул карты. Прежде всего, христианство не является религией, которая, так сказать, представляет собой религию розовых кроликов или зайчиков. Христос сказал, не мир, но меч. И сам Христос был с точки зрения тогдашнего эстаблишмента, с точки зрения Каиафы, с точки зрения Кесаря, он был экстремистом. И группа его апостолов и поддерживающего его народа была ничем иным, как джематом ваххабитов, с точки зрения Синедриона. Поэтому вы здесь пролетаете полностью. Пример с христианами в Северной Африке никуда не годится, потому что Коран нам говорит, что мы должны оказывать покровительство христианам и иудеям с того момента, как они признают политическую власть мусульман. Они становятся людьми, лежащими на ответственности мусульман. И в течение 500 лет Османская империя, до этого Аббасиды, до этого Амияды сделали все, чтобы сохранить христианство на территории распространения ислама. Антиохийская церковь является живым свидетельством. Константинопольский патриархат – живое свидетельство. За это время, до 1800 года, ислам лидировал в мире. Могли бы вырезать всех до одного. Их на блюдечке выненчили 300 тысяч евреев из Испании, Турция приняла и спасла их от геноцида католиков. Так что не нужно рассказывать нам про христиан и традиционный ислам. Ислам борется за справедливость. Но, когда вы начинаете противоставлять традиционный ислам, я спрошу вас следующее. Вы верите, что религия – это богооткровенная вещь? Если она богооткровенная, нет никакого традиционного ислама. Есть ислам, принесенный пророком. И тогда давайте изучать Коран и Сунну Пророка. А там все сказано. Там сказано, устами Бога мы установили во всех селениях правителей преступниками, чтобы они интриговали во имя своей власти. Но они интригуют против самих себя. Но пока они этого не знают. Понимаете? Спасибо. Это вопрос, который задан... Существует? Спасибо.